Важно, потому что я сказала, что очень важно, что в этнографии всегда есть преемственность. И вот, что касается Лиса Майловича Гурвича, тоже удивительная история, как архив попал сюда. Это отдельная история, архив Гурвича я не веду. Мне очень приятно, я хочу сегодня вообще выразить благодарность семье Гурвича, что у меня сложился такой диалог с Людмилой Львовной Байчук, это жена Лиса Майловича. Мы с ней были знакомы, как раз вот тогда, когда она очень много думала о судьбе архива своего мужа. И так случилось, это, наверное, должно было случиться. Этот архив всего-то у вас хранится в Национальном архиве, архиве Ильи Самуиловича Гурвича и его библиотека. Национальной библиотеке, да, совершенно верно. Поэтому рождается другой проект теперь у нас, связанный с Ильей Самуиловичем Гурвичем. И я хочу сказать о том, что вот как раз конференция, которая сейчас у нас посвящена столетию выдающегося ученого-свероведа Ильи Самуиловича Гурвича, связана с тем, что мы стараемся по-новому осмыслить и интерпретировать его наследие. Завтра начинается конференция. Мы вас всех приглашаем, потому что будут удивительные доклады, удивительные презентации, новые материалы. А сегодня мы хотели бы поговорить, конечно, с семьей Ильи Самуиловича Гурвича, потому что Илья Самуиловича для нас всегда, это, конечно, ученые, как я сказала, эксперты по Арктике, по Северу, в то же время человек с исследовательской рефлексией, который, как он писал в своих писемах, я вырос как ученый из Якутии, потому что он был все-таки директором долгое время, неполная Ленингская школа. Вы представляете, молодой человек, который при распределении приезжает в Ленинг и становится там сначала учителем географии, истории русского языка, а потом уже директором. И он не был наблюдателем культуры, он был участником, живым участником, свидетелем всех перемен, всех изменений, которые, конечно, происходили в нашей советской Арктике. Поэтому я с волнением передаю слово Марии Ильиничнине Гурвичу, дочери Ильи Самуиловича. Пожалуйста, Марии Ильиничнине. Добрый вечер. Я тоже антрополог, это моя профессия и сфера интересов. Но та антропология, которой занимаюсь я, отличается от антропологии и этнографии, которой занимался Илья Самуилович и его ученые, и его бренды. Для нас это очень счастливое событие побывать в Якутии. Это мечта, можно сказать, всей моей жизни и мечта Людмилы Львовны, жены Ильи Самуиловича. Мы здесь, в общем-то, благодаря ей и организатору тоже. Людмила Львовна была историкой и архивистой. И Людмила Львовна работала над тем, чтобы передать архив Ильи Самуиловича в Якутию много лет. Она проявила не только мужество, но подошла к вопросу как ученая. Она искала, куда передать материалы, рукописи и библиотеку. Не просто передать, а дать тем, кто обработает эти материалы, использует на дело науки. Она занималась этим вопросом на протяжении многих лет, обращаясь к разным организациям, этнографическим, историческим и к университетам. Как историк-архивист, она знала, как работать с источниками, что такое настоящая обработка письменных источников и материалов. И она сразу могла понять, какие организации этим будут заниматься. Для нее это было дело, которое нужно сделать как для науки, так и для отца. Она была очень счастлива, когда сотрудники приехали к ней, сотрудники вашей библиотеки из Якутии, приехали к ней и стали всерьез работать над архивом в течение месяца. Для нее это было... Она была потрясена тем, как всерьез люди обрабатывают источники. И она сама привыкла работать таким образом с письмами. Мы очень счастливы, что все так случилось, что все получилось правильно, что библиотека Гурмича будет с теми в стране, где он начинал свою деятельность. Людмила Львовна была также очень рада познакомиться со всеми Алло из Якутии, кто приехал к ней и с кем она говорила. Она очень ценила вашу работу и ваш профессионализм. Это была ее мечта оказаться здесь. Так что я хотела просто переупредить ее. Людмила Львовна не стала в этом июне, закрыть один год. Тема моего доклада для конференции — это тема Илья Самович-Гурбича «Как ученый-человек». И я могу поговорить на эту тему немного, но также, в принципе, я могу просто отвечать на вопросы, если у кого-то есть вопросы в живой форме. Если кто-то хочет... Их всегда можно перебить, и можно говорить. Эта тема «Ученый-человек» в этнографии более многогранна и серьезна, чем в других науках. Тем более она многогранна, когда речь идет об Илье Самовиче. В этнографии практически невозможно оставаться просто ученым в узком смысле этого слова, решать сугубо научно-исследовательские задачи, ходить на работу в институт, и проводить полевые исследования, не задумываясь о судьбе тех, с кем вступаешь в контакт. А для исследователей с севера Якутия это абсолютно невозможно. Для Ильи Самовича Якутия была домом его души. Илья Самович начал свою научную деятельность в Якутии. Он прожил здесь непрерывно много лет, потому что он хотел понять людей, жить с культурой и выучить язык. У него был выбор. Он приехал сюда работать как молодой человек, но, в принципе, конечно, он мог уехать. Он решил остаться здесь и продолжать изучать язык и культуру. Илья Самович очень уважал обряды и обычаи народа, в которых он изучал. И эти обряды и обычаи он приносил в нашу жизнь. Многим из них мы следовали в жизни. Его человечность и подход к людям очень связаны с этнографией севера. Условия севера веками формировали кодекс этических норм, в которых выживание зависело порой от помощи со стороны незнакомых людей, где было необходимо проявить внимание к окружающим, самообладание, контроль над эмоцией. Многие статьи Илья Самович начинал традиционным выступлением, которые, возможно, должны были следовать ученые того времени. Спасибо партии и правительству за все, что они делают. Или в других словах тот же смысл. Но очень часто после этого сама статья, наравне с результатами исследований и описанием полевых заметок, напротив, описывал, как традиционная культура и склад жизни разрушается из-за политики и вмешательства партии и правительства. Многие из его устных рассказов были о противостоянии местных культур и власти. Мне было очень интересно проследить, с какой сдержанностью отец говорил о том, что технические прогрессы, вообще прогрессы и власть сделал для людей в Якутии. Он, конечно, отдавал дань улучшениям, но самое главное, он говорил о том, как люди добивались успехов, часто вопреки тому, что политически происходило с ними. Эти успехи в противодействии, в сохранении культуры, языка, традиции, общности. И он часто задумался, что он может сделать как ученый для людей, с которыми он работает. Это была тема, о которой он часто говорил. Я хочу сказать, что в любой момент меня можно перебить, и если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, задавайте вопросы. Я могу говорить, конечно, об Илье Самойловиче долго и рассказать о моих воспоминаниях как дочери, но, пожалуйста, если кто-то хочет просто поговорить. Нам ценно ваше воспоминание как дочери. Я бы хотела подойти к вам после. Пожалуйста, конечно. Пожалуйста. Еще раз, пожалуйста, вопрос задали бы. Нет, нам ценно ваше воспоминание как дочери. Мы вас послушаем. Хорошо. Тогда я расскажу больше, как дочери. Хорошо. Илья Самойлович и я. Мы встретились впервые, когда он вернулся из Японии. В моем детстве он очень часто уезжал. И когда я родилась, он был в Японии на конференции. Ему пришла телеграмма. Расти рядом с ним было очень интересно, весело и необыкновенно. Влияние его семьи и его работы, и рассказы о его работе, и путешествиях на север делали жизнь с ним очень красочной. У нас всегда присутствовала перспектива жизни, перспектива, что существует то, что в Америке называется понятие на английском языке «чурнор» или же «настоящий север». Это понятие морального компаса, это понятие важности жизни, что есть какая-то другая жизнь, помимо нашей обыденной жизни. И эта жизнь проходила через его работу, работу с севером. Сейчас такая перспектива кажется само собой разумеющейся, и очень многие люди могут просто поехать на север и побыть здесь. Но тогда, когда я росла, это очень отличало меня от моих сверстников, и это было очень необыкновенно. Реакция людей на общение с ним была удивительной. Например, он пошел в школу на родительское собрание, как любой отец, и ему не часто удавалось это сделать. На следующий день, когда я прихожу в школу, по реакции учителей, я понимаю, что они познакомились с ним, и это было весело. Они смеялись, он их рассмешил, и одновременно показал другую реальность, обсудил проблемы, которые у них есть, и нашел очень много общего со своими рабочими проблемами. Он выслушал и понял, и учителя географии, и литературы, и труда. Они почувствовали себя более важными и значимыми, и почувствовали, что их профессия и реальность вокруг них соотносятся с академическим миром и с целями науки. В моей жизни сейчас есть понятие, я скажу по-английски, «relatable». Он делал взаимосвязанную и «relatable» жизнь всех вокруг. Работу учителя с работой академика, работу таксиста с трудом оленевода. Он очень много рассказывал оленеводе, он очень много рассказывал про то, что вообще происходит на севере, как здесь все организовано. Как вы понимаете, в Москве люди были очень далеки отсюда, и они видели иногда по телевизору что-то, они знали, что люди сюда приезжают в ссылку. И вот даже сейчас, когда я собиралась сюда ехать, я думала, как одеваться? И я пришла к выводу, здесь, в общем-то, тепло. Здесь тепло. Мои друзья мне помогали собирать одежду, говорили, и они говорили, мы даже не представляем, минус 25, никто не представляет. И я сейчас пишу, я говорю, я хожу по улице, прекрасно, дышится прекрасно. Это я говорю к тому, что насколько жизнь севера и жизнь, скажем, в Москве или в других местах, где он бывал, очень сильно отличалась. И то, как он рассказывал про этнографию и про народы севера, про традиции, зажигало в людях что-то другое. Они запоминали его, они хотели об этом узнавать больше. Они спрашивали, как они могут почитать еще про север, что они могут узнать. И часто это было очень мало, источников было мало, книг было очень мало. К нам приезжали ученики его, к нам приезжали многие сотрудники, и часто писатели, детские писатели с севера. Я росла с книгами северных писателей, особенно детских писателей, и поэтому выставка, на которой я была сегодня, была очень мне интересна, потому что я помню это все с детства. И это было очень хорошее детство, быть рядом с ним, рядом с северной культурой. Он был очень добрым, человечным, и он очень любил помогать людям, он очень любил помогать своим ученикам, или просто людям, которых он встречал даже здесь. Он был человеком, которому приходили обсуждать проблемы и понять, как построить, какие решения построить, что предпринять, чтобы выйти из трудной жизненной ситуации. И он с удовольствием это делал, он пытался находить какие-то ключи, он часто видел в людях, например, кто-то умеет писать, а кто-то умеет говорить. И он говорил, что это очень важно для ученого. Если вам к этому прибавить еще какое-то умение, то вы будете ученым, а ученым быть очень важно. Например, он спокойно говорил, например, народный фольклор и танцы никто не изучает. Почему вам этим не заняться, если вы интересуетесь? И таким образом у него появлялись ученики и люди, которые тянулись, даже не только его ученики, люди, которые просто приходили в науку, таким образом, иногда просто после того краткого разговора с ним. Вот он был таким человеком. Он никогда не говорил мне, что я должна, или не советовал мне становиться этнографом и антропологом. Я антрополог. Он всегда советовал становиться ученым, потому что подход ученого очень важен. Очень важно изучать что-то, все вокруг, как ученый. Почему он не советовал становиться этнографом? Потому что он считал, что это очень сложная деятельность. Это достаточно, особенно потому, что он был здесь и путешествовал сюда очень долго. Он понимал, как сложно, как ученый и этнограф, нужно уметь делать совершенно разные вещи. Нужно уметь говорить, нужно уметь писать, нужно уметь говорить с людьми, но самое главное, нужно уметь слушать других людей. Это, кажется, так легко уметь слушать, но в моей работе сейчас, где я работаю, очень мало людей, которые могут целый час слушать кого-то. И этнографы очень, для этнографа это очень важное умение. Это было одно из очень важных умений Ильиса Молча, выслушивать людей и понимать, что они хотят сказать, и после этого говорить с ними на их языке, на их уровне. Таким образом, благодаря жизни с ними я тоже заинтересовалась антропологией и стала этнографом сама. И сейчас я работаю антропологом, этнографом, но немного по-другому. Я работаю с пользователями различных программ. Я не работаю этнологом, а именно антропологом. А у кого-то, может быть, какие-то еще вопросы? Если вопросов нет, может быть, тогда послушаем внука. Потом в процессе может что-то равняться. К сожалению, я мало времени провел с Ильей Сармановичем. Его уже не стало, когда мне было 5 лет. Но он все-таки оставил большой оттенок в моей жизни через маму, которую я действительно очень любила. Часто о нем не рассказывала. О том, как... Ну... Вот именно о полезных советах, которые он давал ей. Которые ей помогали в детстве, когда она уже позже училась. И... Которые она потом передавала мне. Про то, как правильно относиться к людям. Как правильно слушать людей. Как правильно именно строить... Как бы... Именно вот то, что... Находить общий язык. Вот так вот. И... То есть я чувствую, что это уже мне идет от деда. С моего еще мамы. Через мою бабушку, Людьмила Львовну. Которые, кстати говоря, они познакомились. Бабушка его встречала. Он приезжал на конгресс антропологов в Москве. Международный конгресс. Да. Он как раз приезжал. И она... Она как раз в то время работалась. Мне кажется... То есть не работала. Она... Ее это очень интересовало. И она как бы... Как, я не знаю, была добровольна, волонтера. Или... А встречала на вокзале. Они познакомились. У них был долгий разговор. Он ее пригласил. То есть их первое свидание. Настоящий. Он пригласил ее на конгресс. И они слушали... Какой конгресс. И они слушали Маргарет Мид. И бабушка мне часто рассказывала, что она именно выступала на сцене. То есть это знаменитая фигура. То есть для меня это такое... Я всегда этим гордился. Она стояла на сцене и пила посуху. Чтобы ее слушали. И вот так они как бы... Вот так они познакомились. И решили потом уже, наверное, построить совместную жизнь. Бабушка мне тоже всегда рассказывала о деде. Как он... Во-первых, он был действительно... Он очень хорошо к ней относился. Он всегда как бы... Они всегда хотели, чтобы у них был открытый дом. Чтобы можно было всегда пригласить много гостей. Он очень любил людей. И у меня одна... Очень хорошая, любимая фотография деда. Это когда он за столом... Внимательно слушает. Вот и ее дядю, тетю и маму. Как бы ведет с ними разговор. То есть он очень как бы с небольшим вниманием относился к ее семье. И вот... И даже... И хоть он... Почти что каждый год он уезжал в длинные экспедиции. Но все равно как бы он возвращался. И надеялся, что с ними жила мама моей бабушки. Вот. И он... И он всегда держал такое вот открытое отношение к людям. И... Да, я хотела просто добавить, что для меня до сих пор, даже когда я сюда ехала, оставался... Это всегда был вопрос такой, почему именно север? Почему его заинтересовал как этнограф именно север? И я путешествовала по миру очень много. И я знала... И я все время себе до сих пор задаю этот вопрос. И вы должны опять-таки понять, для жителей Москвы и других больших городов, что такое север. Он рассказал, что он, когда поехал впервые на Север, он ехал сюда 6 месяцев. Он об этом писал своей маме. И потом он ехал 21 день из Якутска в Оленек. На Оленях. И он совершенно не сожалел об этом. Он рассказал, как он выпадал из Нарв, как он спал в палатках. Я думал, как это вообще возможно? Я до сих пор не понимаю, как... Но вот с первой же минуты, когда мы вышли из самолета, наш при... буквально когда? Это было вчера. Я чувствую ответ на этот вопрос. Я понимаю этот ответ. Я понимаю, как затягивает север. Я вижу, как люди относятся здесь к друг другу. Это богатейшую, уникальнейшую культуру. И я понимаю, что его здесь держало. Я сама не хочу уезжать. Так что у меня... У меня просто вопрос отпал. Он отпал сам с собой. Вопрос еще можно, да? Да, сейчас я только маленький такой сюжетик по Ильисаму Ильичу Куровичу. Вы знаете, мы так как ученые еще и очень уважаем его такой, скажем, научный подвиг в какой-то степени. В сороковые годы, когда он сюда приехал, вообще его отец тоже репрессировал. Скажем так, он понимал, что такое репрессии, и он сыграл свою роль в возвращении архива Гавриила Васильевича Ксенофонта. Вот я о чем хотела вам сказать. В 50-е годы он вместе со своими коллегами, с Борисом Долгих и Сергеем Александровичем Токарем, пишет письмо сюда в президиум Академии НОК о том, что нужно возвратить архив Гавриила Ксенофонта, потому что он очень уникален, и лучше его сохранить именно в филиале Академии НОК, если совсем не получается привезти его в Институт этнографии СССР. И еще я вот обратила внимание, он, когда приехал директором школы, ему, видимо, рассказывали, что Валентин в 20-е годы работал по северным шамамам Ксенофонтов. И он начинает именно свои материалы экспедиции, с тех экспедиций, где, конечно, работал, я говорил, Ксенофонтов. Нельзя было в то время упоминать вообще имя Ксенофонтов, вы сами понимаете, его только когда репрессировали, в 58-56 году, но он уже в 40-е годы пишет о том, что я был в местности, где работал ликутский этнограф Ксенофонтов. Вот я хочу сказать о том, что очень часто говорят о том, что советские этнографы, у них такая идеология была, но если человек, который пришел к этнографии, он истинный, интеллигент, он человек, который действительно сформировал свой кодекс ученого, он очень вот в этом плане многое сделает у якутского народа, и мы благодарны Илье Самуиловичу, Мария Ильиничну, что сегодня архив Ксенофонтова действительно у нас есть, он бесценен, и у нас тоже есть проект национальный, у нас все, что самое красивое и уникальное, у нас все с нами, мы очень надеемся, что к юбилею нашей республики у нас выйдут первые там, связанные с наследием, говорю, Васильевич Ксенофонтова, вот в этом тоже большую роль сыграл, тогда совсем молодой, он был аспирантом, Илья Самуилович Горич, тогда был еще аспирантом, но вот он понимал, что это действительно ученый с мировым именем, и не боясь использовал его работы, и у них очень есть интересная полемика по Хасонному, это уже в книге, которая у него вышла в 1975 году, вот. Поэтому вот послушать, что Мария Ильинична говорит, что Север живет все время в сердце, в доме у вас, это я верю в это, потому что Илья Самуилович, конечно, в письмах своих пишет о том, что я возмужал на Севере люди, проводники его, оленеводы, рыбаки, охотники, с которыми он проводил долгое время в дорогах, они очень много ему дали, он поэтому понимал, что такое чувство взаимопомощи, и всегда восхищался северянами, которые могут не выживать здесь в условиях Севера, а именно развивать эту вот прекрасную арктическую культуру. Я просто завершаю, поскольку еще у нас тоже будут вопросы, хочу сказать о том, что вот еще вот такой штрих есть к нашему творчеству Ильи Самуиловича, связанный с Ксенофонтовым. Какие-то вопросы? Я хотела вопрос задать. Так, значит, кем стал внук Ильи Львовича, и откуда он к нам приехал? Чисто банальный интерес. Мы оба приехали из города Нью-Йорка, то есть мы там проживаем, хотя имеем до сих пор связь с Россией, с Москвой в основном. А я работаю инженером, программистом, и мне было приятно узнать, что здесь как бы эта сфера в республике Саха тоже развивается, и очень интересно как бы это, про это было узнать. Сегодня мы разговаривали о компании Майтон. И кроме этого, то есть мой дед, он занимался и всеми как бы малочисленными народами, включая вот меня Юкагир в 59-м году, он видел массовую экспедицию. Вот, и мне было интересно узнать, что сейчас как бы используется приложение, чтобы дети могли изучать Юкагирский язык в очень отдаленных местах. То есть для меня это было такое большое открытие, меня очень вдохновило, как бы, такой возможности, потенциал технологии. Спасибо. Еще хотим спросить у вас. Так, значит, как, откуда, кто отправил эти словари, русские, ой, русские, якутские словари, Широкоглова, 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 Широкоглова. Просто неправильно, там, по-моему, Майевичу, да? Словари, словари никуда не были отправлены, я... Нет, на словари находится... А, Пекарского словаря имеется в виду? Да, говорите словари. Словари Пекарского, значит, в своих письмах Широкоглова пишет Владиславу Котвичу о том, что у него есть очень ему необходимый русско-якутский словарь Пекарского. Но нет именно словаря якутско-русского, якутского языка, что крайне необходимо, чтобы вот такие тома у него были. И, знаете, он пишет неоднократно в этой переписке об этом. И потом, через какое-то время, уже попрошествует, я думаю, нескольких лет, он получает именно от Котвича эту посылку, даже это в двух посылках, он прям благодарит очень за то, что в двух посылках это было отправлено. Вот. И я, если позволите, добавлю еще такой штрих к биографии внука Ильи Самуиловича, потому что я работаю в институте этнологии и антропологии, где как раз, ну, более 20 лет Илья Самуилович возглавлял отдел народов Севера. Поэтому становление-то прошло в Якутии о раскрытии всего основного таланта ученого, как мы говорим, оно было уже в стенах нашего института. И, вы знаете, я тогда только-только вот начала взаимодействие с институтом, это уже, ну, это был период у меня молодой по возрасту, но я хорошо помню, как в институте обсуждалось, что у Ильи Самуиловича родился внук и как он рад этому событию. Вот. И очень приятно, что сейчас, я не знаю, правда ли это или нет, но у нас ходят такие слухи, что вместе с сотрудницей нашего института, которая провела очень много лет в экспедициях вместе с ним, и не только в Якутии, но и на Камчатке, и на Чукотке, и в многих других местах, это Елена Петровна Батьянова, что замышляется такая книга, которую Елена Петровна будет писать вместе с внуком. Так что он не только имеет технические интересы, да, он имеет еще вот эту тягу, видимо, большую гуманитарную наукам. И тогда еще что-то к науку. Дело в том, что вот мы с Людмилой Ивановной совсем юные, но видели Илью Самуучи живым тогда еще. Я была студенткой, попала на научную конференцию в Новосибирске, и тогда моей темой был как раз праздник эсэр, я только начинала. Я очень хорошо помню, когда я прочитала свой доклад, он тоже, это были, ну, конец 80-х годов, он ко мне подошло, сказал, ой, из Якутска, девочка, это такая тебе, яка, нам облака. Я говорю, из Якутска, он говорит, много накопала, девочка. Мне это было так приятно. Ну, я так подумала, наверное, он меня благословил таким образом, на эту научную деятельность. И вот к штриху, почему я сказала, внук очень похож на дедушку. Было так приятно? Конечно, рот, конечно, значительно выше дедушки, но очень похож. Правда, наверное, мама это может подтверждать. Надо пожелать просто успехов наших, конечно, коллегам, семье Куличи, чтобы они не забывали, якутю и приезжали, это первая их приезда, они вообще никогда и не были. Знаете, ну, Якутия действительно захватывает. Вот я же как начала в советское время летать сюда, так и не летаю почти каждый год уже сейчас. Я начинала с Ириной Бутантайского улуса, это было еще в советское время. Давайте тогда небольшое, что я так люблю, вы знаете, в вашей библиотеке хранится, я знаю, что есть серия «Народ и культура». Так вот, куратором этой серии Институт технологии и антропологии является Людмила Ивановна Мессонова. И вы помните этот библиотек, якуты саппи, который мы здесь находим. Ну и я вообще с удовольствием о каждом из моих коллег могу рассказывать, потому что я очень уважаю их творчество. И, конечно, хочу сказать и про Владимира Николаевича Давыдова. Я очень уважаю людей, которые есть, я всегда в экспедиции длительные, но это еще бы... Ладно. Но я знаю, что Владимир Николаевич работал и работает же преподавателем на Чукотке. Так, да. Он там из филиансов в ФУ. Да. И они такая вообще, ну я не знаю, для меня немножко безумная пара. Его жена и он. Они там работают преподавателями. Поэтому вот мне тоже очень нравится вот эта вот любовь к северу, видимо, так захватила Владимира Николаевича. Вот, поэтому я... Вот видите, какое поколение преемственность какая у нас, какое поколение растет тоже таких вот ученых, которые влюблены в север и несут тогда, конечно, и ответственность за эти народы, за эти культуры. Так вот, Владимир Николаевич. Вот Владимир Николаевич сегодня приехал, прилетел сегодня, поэтому я вижу, что он так немножко уже устал. Поэтому, наверное, будем заканчивать. Если есть вопросы, еще можете задать. Давайте еще раз поблагодарим наших гостей. Спасибо. Спасибо. Спасибо.